Точно, надо же поздороваться Всем привет Я просто записываю в итоге в тот же день Но сделаю вид, что нет Всем привет Вы на канале Ember Jam Меня зовут Наташа И продолжаем Beacon Pines Не знаю, сколько еще займет Потому что, несмотря на то, что мы в прошлый раз Наиграли, наверное, часа три Не знаю, сколько из этого я вырежу Потому что я иногда делала паузы Чтобы откашляться или все вот это такое Напоминаю, что я болею Вот Короче, мы, несмотря на то, что Наиграли почти три часа, снова На второй или третьей главе Потому что мы вернулись в самое начало Потому что Прошлый наш сценарий Полетел в тартарары Вот Ну и, собственно, хорошо, я должен Закончить свои доставки Конечно Конечно И он наклонился для финального Шепчка Конечно Ой, мне показалось Или слишком стало ярко Так, поговорим с этими Как твои дела с мороженым? Они сосредоточены на холодном А откуда ты берешь лед? Я не знаю Там, откуда берется лед Я не знаю Где-то, где холодно А как они там где-то сохраняют Холодное Холодным Ой, слушай Берт Ты хочешь мороженое или нет? Нет Мне нормально с леденцом Ну, вот и поговорили А тут мы можем заново все это прослушать Не-е-е-ет Мы это уже все слышали А это можно скипнуть? И не скип И не скип Но Короче, был прекрасный пёс Он светился сзади И потом Оба-на И он на земле оказался И такой попрыгал Попрыгал Поулыбался Ага-ага Ещё у него судороги случились Вот И, короче, он взял И на этой пустой земле Сделал много кучек И потом эти кучки посыпал чем-то И из кучек выросли цветы И солнышко такое Привет Я жарю вас всех Нахрен И они все зажарились И умерли И солнышко загрустило И Солнышко сожгло этого пса И Солнышко пошло в город И стала освещать своим теплом Других Но потом Пришёл этот пёс В виде духа И у него Из его тела Валились Ну, мы знаем, что Ладно, шучу На самом деле Я передала смысл этого фильма В прошлом видео Поэтому А тут мы его не могли скипнуть Поэтому пришлось импровизировать Так Это было Бесполезно Мы знаем Нам нужно По-моему Сюда Эй, Кадо Доброе утро, Лука Могу я тебе чем-нибудь помочь? Может быть А может быть и нет Ну, давай попробуем Хорошо Были ли какие-то Странные вещи Которые случились На старом складе Валентайна Не могу ничего Об этом сказать Но Пустые склады Долго не остаются Пустыми Кадо уперся В книгу Которая перед ним Лежала Я вообще больше читаю О пчелах Мне они больше нравятся Чем люди Точнее Я нахожу их Очень похожим на людей Если их улей Коллапсируют И Взрываются Они Он не остается Надолго пустым Новая Новая королева Обязательно Займет его То есть Ты думаешь Что Это имеет Смысл Касаемо Старого завода Ну Типа Кто знает Так А с этим Мы будем Говорить Э Я застряла Подожди Подожди Застряла Я реально Застряла Эй Джейс Эй Лука Эм Какие-нибудь Новые штуки А Выпуски Хэнк Атомика Эм Еще нет Никаких спойлеров Пожалуйста О Это Прекрасно Это Флэшбэк Никаких Спойлеров Пожалуйста Мы увидим все прокликивали. Хорошо, что их не нужно прокликивать еще раз. И вот этому мужику, который злой. Мы уже знаем, что он злой. Весь город злой. Возьми немного джема. Мистер Нонкрит. Козел. Козел Нонкрит. Да, несмотря на все вот эти заботы с доставкой, сегодня прекрасный день. Мистер Нонкрит взглянул на Луку на мгновение и потом в согласие кивнул. Да, я думаю, это так. Ну так... Ну так ты хочешь свой джем? О, конечно. Особенно когда Джунипер кладет туда немножко своей души. Я думаю, она сегодня очень занята. В любой... Боже мой, зачем я заикаюсь? В любом случае это моя последняя доставка на сегодня. Ох, кстати. Нонкрит забрал коробку у Луки. Давай я сохраню эту коробку до тех пор, пока я не увижу твою бабушку. Типа, я отдам ее только ей. Да, окей. А вот и новичок, с которым мы уже знакомы, но еще не знакомы. Эй, привет! Анчоусы или ананасы? Чего? Ой, да я забудь. Просто ответь. Ананасы? А что такое? А сколько тебе лет? Эм, двенадцать. Отлично, иди за мной. А кто ты? Кто вообще научил тебя спрашивать так много вопросов? Просто попытайся не отставать. Хм, что же только что случилось? Да ладно. А, это их дочь? А-а-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а! Все, до меня дошло, ладно. Эй, что за сумасшедшее совпадение? Это мой новый друг, я же вам о нем рассказывала. Ох, это великолепно. Да, мы просто отрываемся. Ох, действительно. Да, вот смотри, его любимая начинка на пицце это ананасы. Ох, ну я... И как же зовут твоего маленького нового друга? Бек не отрывала глаз от Луки. Взглядом на ее лице, который говорил о том, что она о него ожидает. Лука Ван Хорн. Очень приятно познакомиться с вами. А я Нелли. А это Илона. Мы родительницы Бекки. Бек немного подтолкнула Луку локтем. Ох, да, Бек мне говорила о вас. Ох, ну видите, как будто вы уже тысячу лет знаете друг друга. Так что вы двое прекратите делать так же... Точнее, так что вы двое прекратите наузкивать меня на то, чтобы я нашла друзей. Ох, конечно. Мы бы никогда не стали заставлять тебя. Не усомнились в тебе. Для детей твоего возраста нужно иметь хотя бы пять друзей. А вот когда ты станешь студентом, уже будет достаточно двоих. Ох, ну, видимо, все хорошо, мне пора идти. Ну, Нелли, просто хотела сказать, что тебе нужно к этому относиться проще. Окей, вы можете расслабиться. Друзья будут задружены. Ох, это повод для праздника. Лука, мы должны пригласить тебя на наш ужин сегодня. Ужин? Опять совпадение. Я уже попросила его присоединиться к нам. И он согласился. Но я... Отлично. Ну, тогда мы должны пойти за продуктами. Ох, только не влипайте в неприятности. Ох, не могу поверить, что это сработало. Спасибо много раз. Ам, ну, видимо, не за что. Я у тебя в долгу. Мои мамы великолепны и все такое, но они иногда меня немного достают. Наш дом — это маленький коттедж. Недалеко от большого... Мэншин-плейс. Так, ты живешь у Валентайнов? Да, да, то место. В общем, встречай меня возле их большого жуткого входа. И не опаздывай. Я вернусь на сквер, чтобы еще немного поднабрать друзей. Ладно, в общем, увидимся. И побежала, побежала. Meet back at the big creepy gate. Окей. Но не сейчас же, правильно? Или сейчас? А я даже не помню, где ее big creepy gate. Probably. Probably this way. Нет. Боже мой, я потерялась в таком маленьком городе. Сюда, может быть? Нет. Нет. Так, я почти вспомнила. О! Привет. Доброе утро, Джофф. О, ну че, как делишки у тебя. Еще один день сплавился по трубам, если вы меня спросите, если ты меня спросишь. Да ладно, он же не такой плохой день. И фестиваль скоро. Хе, да, фестиваль. Ну, одно слово тут неприличное. Не знаю, можно ли на ютубе его использовать. Короче. Старый мужик, Валентайн, всегда использует его, чтобы пешки провели время. И куда это нас все привело? Пиренеал Харвест приложили в этот раз много усилий. И они очень много сделали для города. Ой, ну не знаю, как. Не знаю. Разницы между старым Олд Валентайном и новым Пиренеал Харвест, ну, такие себе. Джофф убрал руки в свои карманы на секунду. Это разница между вот этим пустым, пустой коробкой от мыла и вот этим черным бананом. То и другое мусор. Вот именно. Блин, как мудро, как мудро, Джофф. Очень мудрый мужик. Слушай его, Лука. Так, кто все-таки живет в этом доме? Хейрис и Гас Валентайн вырос здесь. И Соломон въехал пару лет назад. Вот тот жуткий пацан. Ну, звучит как будто бы, да. Получается, всего три человека живут в такой большой штуке. Я ставлю на то, что очень много странной херни случается недалеко от этого места. Ну, не совсем. Валентайны стараются хранить репутацию. Так они скучные? Ну, да. Эх, вот потери. Моя мама говорит, что здесь было намного более оживленно до того, как Шарпер умер. До того самого года. Ох, это, по-моему, пятый раз, когда кто-то упоминает вот эту ужасную жатву. И все говорят это одним и тем же угнетающим тоном. Так что ты, скорее всего, должен мне объяснить, что это вообще значит. Но мы не можем больше заставлять моих родителей ждать. Так что пошли. Ах, вот, наконец-то спустят в этот дом. Очень мило. Хотя здесь, наверное, дорого. Еще больше детей должны встретить меня здесь. Почему ты все еще здесь? Ты выглядишь как... Так, кому нужна помощь. Знаешь что, Лука? Ты не такой плохой. Так что давай сделаем так, чтобы все прошло гладко. Гладко. Просто ешь, улыбайся и... Ну, иди. Хорошо. Отлично. Это то, что нужно. Я думаю, я справлюсь. Бек тяжело вздохал. Затем она кивнула. Ну, ничего не происходит. Теперь мы добрались до четвертой главы, но наша предыдущая четвертая глава называлась по-другому, потому что все идет вообще по-другому. Ужин с Моудвиллс. Илона Мудвилл была беспокоена переменами. Будучи садовником в душе, она понимала необходимость перемен. Могла полагаться на них даже. Но это была большая разница между тем контролируемым миром ее растений и этим захламленным, запыленным коттеджем в новом странном городе. Почти готово. Нелли была размазана активностями, копаясь в коробках. Прости, любимая, я не могу найти посуду. Нам придется использовать одноразовые бумажные. Ужин прошел без особых разговоров. Когда Илона увидела, что Бек и Лука доели свои пиццы, она немного расслабилась в кресле. Те вещи, о которых она заботилась, все еще были здесь. И Нелли наконец-таки заимела работу ее мечты. И Бек сможет наконец-таки пустить корни. Илонина задача была просто заботиться о них. И она могла сделать это. Ну, Лука, расскажи нам немного о себе. Да, где ты живешь? Ох, я живу со своей бабушкой. На другой стороне реки. Твоя бабушка? А где твои родители? Бек, ну манеры. Все нормально. Мой папа погиб случайно от удобрения, удобряя растения 6 лет назад. Ох, боже. А моя мама пропала несколько месяцев назад. Прям пропала-пропала? Лука сосредоточил свой взгляд на тарелке, толкая кусочек ананаса своими пальцами. Нелли была той, кто наконец-таки нарушил эту тишину. Лука, а тебе понравилась пицца? Ох, да, она была хорошая. Очень-очень хорошая. В других обстоятельствах мы бы приложили больше усилий на ужин. Илона очень нервничала из-за кучи коробок. Да, мы еще до конца все не разобрали, но Бек сказала, что вот эта пицца твоя любимая. Простите, а мы просто пропустим ту часть, где он сказал, что его мама пропала? Бек! Прости, Лука, мы все устали из-за этого переезда. Лука вытер свое лицо рукавом. Нет-нет, все в порядке. Бек сказала, что вы приехали в работе. Бек пнула Луку под столом. Ой, я имела ввиду, что привело вас сюда, Пик и Пайнс? Ох, мы здесь впервые были. Мы ищем работу. Нелли не говорила тебе, но она шикарный химик. Ну, я не знаю насчет шикарного, но это то, что мне нравится делать. Она шикарная. Принял Харвест, просто наняли ее на роль ведущего старшего инженера. Ой, господи, там одного старшего инженера в помойку выбросили. Я не советую тебе, Нелли, какие бы деньги тебе не предлагали. Ой, она говорит про это слишком с большим восхищением, чем это на самом деле. Есть. Я просто рада, что я смогу принести новые изменения в мир. Принял Харвест впереди планеты всей по развитию сельского хозяйства. Если мы говорим об удобрениях, которые полезнее, чем разбрызгивание воды и экскрементов на землю. Лука засмотрелся на Бек. Она выглядела так, будто задержала свое дыхание. Нелли имела в виду, Лука, что есть другие способы выращивать растения. Да, некоторые люди говорят со своими растениями и надеются на лучшее. А некоторые люди покидают свои работы, чтобы дать возможность превратить в жизнь свои мечты. Ты же обещала, что ты не путишь. Бек ударила своим кулаком по столу. Возможно, сильнее, чем она ожидала. Эй, Лука, как насчет десерта? Вообще, я должен встретиться со своим другом Ролла скоро. Лука взглянул на улицу, чтобы понять, не поздно ли еще. Небо было темнее, чем он ожидал, и наполнено какими-то пугающими облаками. Выглядит так, как будто бы скоро будет шторм. Я, возможно, должен идти? Ой, я не думала, что здесь будет дождь. Типа, они что-то про альманахи говорят. Лука вытер свой рот последний раз салфеткой и начал собираться. Спасибо большое за пиццу, она была действительно вкусной. Увидимся на фестивале, Бек. Эм, погоди. Я провожу тебя домой. Увидимся на фестивале, Лука взглянулся. Он знал, что Ролло может быть... ...приккли вокруг новых людей. Короче, про разговоры этих дам. Одна, короче, заимела работу, потому что она шикарный химик и собирается разрабатывать новые удобрения. А вторая, типа, садовник. Ей очень нравилось общаться с растениями. Вот у них из-за этого спор, потому что одна теперь работает с растениями, а другая вынуждена не работать. Но, Бек seemed cool. Сейчас переведу. Короче, удивительно, но... ...Лука обернулся. Он знал, что Ролло будет немного колючим с новыми людьми. Но Бек выглядело круто. Ролло... ...хотел бы сохранить с ней теплые отношения. Возможно. Лука начал отвечать, но небо ответило за него. Облака наверху начали... ...брейк рамбл. Ну, рамбл логично звучит. Короче, гром начался. А ты уверен, что мы успеем добраться до твоего дома до того, как сторона начнется? Лука посмотрел на облака. Я бы сказала, что шансы есть. Может, ты останешься здесь дома и просто... ...не пойдешь никуда? А, и в этот момент и палил дождь проливной. Но и чё, сейчас теперь с твоими шансами. Так, вы твое быстро внутрь, пока вы не заболели. лукан или попыталась достать телефон твоей бабушки попытается достать телефон твоей бабушки а вы твое пока я здесь побудьте прости здесь особо нечего делать большинство моих вещей все еще в коробках а ты не против если я тут по брожу вокруг да конечно что тут есть мой краска лука заинтересованно засунул глаз в этот микроскоп ночью взглянул ой выглядит дико что это гам жвачка 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 лука отрегулировал затвор своими пальцами чтобы получше ее рассмотреть я отслеживаю структуру жвачки когда пожую оттуда на что ты смотришь я жевала 47 свои руки а свитер и нервно засмеялся да я знаю что я странно бэк робко опустила глаза постукивая своими ногами по лестнице ты думаешь ты же думаешь что это странно правда ну немного но странности крутые улогу ура урла и меня есть радио прямо точно такой же как это домики на деревне ну возможно не прямо такое как это мы с мамой типа пересобрали его вплоть до болтов и наполнили его с всякими вакуумными трубками звучит она кажется достаточно прикольной она просто делает вещи надо я думаю она чувствует вину за то что работает слишком много когда она проводит слишком много времени со мной она показывает мне всякие высоконаучные технологии лука щелкнул одним из переключателей держу пари на такой штуке можно всегда всех станут на все на все станции переключаться но вообще не здесь ты не поверишь сколько здесь став а смогу собрать вернувшись в город но здесь все по ферму мирские отчеты и статистика ух черт возьми лука посмотрел вниз на букет валяющийся судя по запаху они уже начинали гнить гниение он перевернул прикрепленную карточку счастливого пути от тренера волкера и всех ой ну ты только тут это не все совсем расшаривать и ой прости это из твоей старой школы но из одной в основном некоторые школы давали мне в путь карточки некоторые цветы когда они действительно хотели показать себя с хорошей стороны они делали и то и другое ох ты много перещала приезжаешь да это идет в комплекте с прекрасным родителям которому всегда лучше работать где-то еще а ты не думала что эти цветы вы прожили дольше если бы ты их посадила в воду это те вещи о которых я не то чтобы забочусь ну так ты был просто их сохранила подольше это все лука могу я тебя спросить что-то конечно ох тебе не больно если быть честный и ожидала что это это больнее чем я ожидала но как минимум ты выглядела круто как только момент влач-то ревелется форума никому и дал байк взяла момент чтобы посмотреть на воду стекающую вниз по окну ты когда-нибудь чувствовал себя одиноким как даже например если когда люди были вокруг роллы иногда достает я серьезно например ты чувствовал что твоей семье наплевать на то что ты хочешь не думаю что я чувствовал что-то подобное я знаю что бабушка любит меня но иногда она приглядывается за мной это как она ищет проблем лука глубоко вздохнул и медленно выдохнул я знаю это чувство и как ты с этим справляешься что тут любовь что будет я думаю я с этим не справляюсь но однажды мой папа сказал мне когда я был маленьким не держи зла особенно на себя если ты пытаешься его удержать ты облажаешься так что же делать когда ты не знаешь что делать папа никогда не говорил про это кое-что я выяснял на собственном опыте ты можешь делать что-то что угодно здесь что ты делаешь я не знаю что-то мы собираемся зарегистрировать наши жалобы послушай сюда ты тупая вселенная прекрати нас дурить я просто хочу чтоб все было как раньше чтобы никто не говорил мне что все будет в порядке вещи должны измениться лука кричал прямо и эхо это эхо мы отдавалась ночи когда-нибудь все изменится все станет хуже и постоянно все меняется все становится хуже черт этот город дай мне попробовать переезжать отстой я ненавижу это я ненавижу 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 почему я не могу просто где-то осесть и быть счастлива с мамой почему мы должны постоянно переезжать ее голос был перебит ее голос понизился до дрожащего шепота я просто хочу быть нормальным ребенком бегка отряхнула свою футболку и выпрямилась там ой теперь я чувствую себя намного лучше так внезапно как он начался шторм утих спасибо мне это было нужно мне тоже я думаю нам иногда нужно это повторять да конечно я провожу тебя увидимся с тобой ролла на фестивале да звучит отлично лука не позволяй вселенной обводить тебя вокруг пальцев бэк дала луке свет короче ручной фонарик чтобы он дошел не подошли там господи бэк подружески ударила его в руку так глава 5 дружеская вражда воздух был тяжелый после дождя пахло влажностью несмотря на всю окружающую тревожность лука чувствовал он никогда не делился столькими детальными о своем отце ни с кем даже с ролла но это ничего не меняло ролла все еще было его лучшим другом добавление бег в группа могло бы сбалансировать вещи потому что типа среди трех друзей все становится лучше это то что говорил себе лука пока он шел к домику на дереве так словиться с ролла о мышка эй мышка чё отслеживаешь следы а ты прав я услышала несколько новых слухов вкусных ты знал что когда шарпер валентайн умер он оставил после себя своего рода завещание и и последнюю волю достаточно необычно а он необычно оставил свое завещание он просто не дал своим детям наследство такие были условия так что в документе лишь обговаривалось что наследница должна взять что хейрис а ребенка нашего возраста кто который должен был показаться в ночью в городе вместе с адвокатом соломон бинго хейрис форсировала заботу о нем иначе она могла бы потерять все почему шарпер так хотел чтобы все досталось рандомному чуваку слухи гласят что шарпер старый шарпер посеял немного дикого овса и это объясняет почему хейрис не любит его ох бедный сломан как ты все это раскопала хороший репортер никогда не а не оглашает своего источника лука ну и хрен с тобой так эти синие грибы светятся окно наверно лучше туда не идти да согласна стрёмно вообще час хардвайр close down about a year ago так мы это мы читали Мы все читали А эта очевидка вообще никак отсюда не уходит Он встретился глазами со своим старым другом И был встречен ничем, кроме как холодной ненависти Небеса Сейчас не время для разрушения дружбы Так, видимо, что-то будет с Роллом Простите, что вы делаете? Просто запираю все на ночь, Сир Ох, прекрасно Я просто хотел быть уверенным, что все приготовления к фестивалю будут закончены по графику Ну, не совсем, Сир Шторм внес некоторые изменения и, возможно, все немножко задержится Ты так решил? Да, Сир Я нанял тебя на работу не для того, чтобы ты решал что-то Мы здесь, в Perennial Harvest, потому что мы верим, что в лучшие изменения в будущем Помнишь, да? Да, Сир Да, Сир Ты хочешь мне сказать, что одна из этих вещей в городе может сломать эту веру? Нет Ты же не хочешь сказать, что мы сдались, потому что какой-то маленький дождь все нарушил? Ой, конечно нет, Сир Хорошо Ну, значит, мы будем работать над этой проблемой, пока она не будет решена Вот так-то А наша жатва не ждет Так, а нам очевидно сюда Ой, только не на... Рола, ты все еще там? Простите, Рола не принимает посетителей в данный момент Возвращайтесь никогда Лука почти никогда не слышал, чтобы он говорил таким вежливым, но недружелюбным тоном И это могло означать лишь одно Ты расстроен Что заставило тебя сказать это? Может, потому что мой... Мой лучший друг забросил меня без причины? Но я не забрасывал тебя, я просто немного опоздал Роло Дождь меня задержал Врун Тебя даже не было дома Чего? Сторм предвещал беду, и я заволновался И я пошел за тобой Представь мое удивление, когда я пришел к тебе домой, а тебя там не было Так я даже не успел вернуться туда Я не дурак, Лука Ты же не доставлял целый день свой джем Нет, я... Ну, этот шторм залетел из ниоткуда Я застрял после ужина у Бек Ролу осекся, потому что он знал, что уже сказал слишком много Бек? Ужин? Что еще, черт возьми, за Бек? Она новая девочка в городе И она действительно прикольная Тебе она понравится Ей нужна помощь С ее родителями, потому что они просят ее завести новых друзей Новых друзей? Я потратил целый день, чтобы ждать тебя А ты заводил новых друзей Но все не так, Рола Ты знаешь, когда я ждал тебя Я немного улучшил мишин-контрол Ты удивишься Ты удивишься, но... Шторм был настолько долгий, что сумел все разрушить Как и нашу дружбу Да что же это значит? Лука инстинктивно повысил тон в своем ответе Оба мальчика просто кричали на дистанции Я имею ввиду, что ты плохой друг Ты даже обо мне не заботишься Конечно, мне есть дело до тебя, тупой дурак Я знал, что я попаду в неприятности, ожидая тебя здесь так долго Но я держу мое слово, потому что это делают друзья Ох, ну мог бы и не делать такую жертву Ой, для тебя-то легко сказать Потому что твоей бабушке по хрену Ты можешь где-то зависать так долго, как ты захочешь И даже не попадешь в неприятности Серьезно? Ты решил вести себя вот так? Даже если это то, что ты думаешь, ты мог бы Тогда ты тоже плохой друг А тон Ролу сменился на спокойный Но все еще насыщенный и злой Может поправ Шторм приносит не только воду Он открывает реальность Лука Прекрати цитировать своего папу Как будто это что-то значит Ну, как минимум, мой папа еще где-то рядом Эти слова разорвали холодный ночной воздух Желудок Рола сжался, потому что он знал, что перешел черту Но было уже поздно Лука, я спокойной ночи Рола Блин Ну, а я, видимо, иду спать или что? А я ничего не могу сделать А И что? Лука стал перебирать свои старые вещи Даже будучи неуверенным, что именно он ищет Но он нашел мяч Рола Что за дебил? Назвал меня плохим другом? О, я Рола Посмотрите на меня и на мою прекрасную семью Если Рола думает, что я все еще готов пойти на фестиваль с ним Он ошибается Так, сколько мне еще нужно пинать этот мяч? Я даже не хотела заводить нового друга Уип Лука Бабушка нежно шептала из прихожей Ты и так проспишь весь завтрак? Ты в порядке? Я в порядке Просто не очень хочу вставать Я оставлю еду здесь Я оставлю еду здесь у двери Я ненадолго отойду Так что Позаботься о себе Окей Я вернусь Через некоторое время Хорошо Лука просто хотел побыть Иди Он ждал, пока Закроется входная дверь О, и снова улыбается с Рити Так, ну это мы уже поняли А, ну то есть Уверен, что Рола все еще хочет пойти на фестиваль Хм Он будет разочарован Лука снова задремал Лука Лука, я вижу, что ты так и не поел Я не голодный Просто если ты вдруг будешь голоден Я оставлю сэндвич прямо здесь Спасибо Рола приходил И что он сказал? Он хотел поговорить с тобой Что он сказал? Я сказала ему, что... А, что ты сказала Я сказала ему, что ты не очень хорошо себя чувствуешь Хорошо Так, твои планы сидеть в комнате целый день? Ну, вполне возможно Ну, в общем, мне снова нужно немного отлучиться на минутку Если ты решишь закончить свою вечеринку на одного и выйти на улицу Просто сделай это Хорошо Лука все еще не мог заставить себя выйти на улицу Если он встретится вдруг с Ролло, это будет не очень хорошая ситуация Так, мы просто опять ходим по комнате Не можем даже поесть Да, там все равно на фестивале ничего хорошего не будет Приключения Хэнка Атомика Полное первое собрание Лука аккуратно открыл первую страницу и начал читать Ролло решил преподнести это на его день рождения Специальное издание в твердой обложке С материалами behind the scene Короче, с внутренней кухней и бонусными артами Ролло дрожил этой книгой, но попросил, чтобы Лука держал это у себя Лука не был уверен, отдал он ему эту книгу, потому что Ролло не доверял себе Или Ролло не доверял своей сестре Или просто хотела навещать Луку почаще Несмотря на причину, Луке все равно Эта книга осталась именно там, где Ролло ее прятал Теперь в ногах его кровати Лука потерялся в страницах этой книги Он уже ее читал, но на этот момент она ему казалась более сентиментальной Он остановился на выпуске 5 Где он услышал мягкие шаги из своего холла Лука? Другой маленький друг пришел увидеть тебя Девочка по имени Бек Мудвилл Она сказала, что вы встречались вчера И что ты ей сказала? Она еще здесь? Она Просто убежала Я сказала ей, что ты не принимаешь сегодня посетителей Ох Она выглядела милой Да Ты что, подрался с Роллою за нее? Могу я войти? Может быть позже? Хорошо Я оставлю ужин на столе Если ты вдруг захочешь хоть что-то съесть перед сном Не осознавая этого, Лука потратил так почти весь день Раз за разом он чувствовал тяжесть всего навалившегося И позволил своим усталым глазам закрыться Лука остался в темном черном небытии Он взглянул на отца, который стоял за ним Уолт работал с соломинкой на дне стакана А, Уолт, короче, это Из соломинки пытался высосать последние капли милкшейка Папа, где же мы? Я не понимаю, почему нет картинки Сделав последний громкий бульк, его отец поднял глаза на него У него был достаточно игривый взгляд с теплой улыбкой И он выкинул пустой стакан Он поднялся в пустой стакан, чтобы указать им в темноту Источник Лука проследил взглядом за движениями своего отца И он сидел перед... Господи, перед костром За ним сидела большая фигура в желтом защитном костюме Голос этой фигуры раздавался эхом Ну, если это не мужчина часа Чувствуй себя удобно Блин, сны вот эти переводить очень тяжело Потому что нет картинки И они достаточно абстрактные Лука поднес дрожащие руки к огню И это здесь так не работает Желтые рукавички указали на основание пламени Ты видишь, это холодное пламя Лука взгляделся в основу костра Там не было дерева, чтобы оно могло разгореться И это был полностью Beacon Pines Маленькие здания были замерзшие Но охваченные огнем Лука заметил маленькие тени, двигающиеся в горячем городе Люди Лука побежал со всех ног Мы должны побежать Ой, мы должны помочь всем Фигура пренебрежительно взмахнула рукой Зачем нам тратить энергию, помогая людям, которые не могут помочь себе сами? Фигура остановилась, чтобы посмотреть на толпу, которая была в панике охвачена огнем Их волновало только то, что прямо было перед ними Но не как нас Голос Луки перешел в дрожащий шепот Ас? Нас? Фигура медленно встала Взяла свой шлем в две руки С толчком и поворотом костюм испустил воздух И облако воздуха убежало, наконец-таки показывая, что за лицо было внутри Лицо Луки смотрело на него Старше Более старое, более потрепанное и отдаленное Эта сенсация была странно знакомой Как будто бы он увидел себя в зеркале И Доппельгангер улыбался Я пытался помочь однажды Он просто придвинулся ближе к лицу И вот, что мне это дало Лука отфрянул назад Ты не я Лука почувствовал, что рука хватает его плечо Его папа был снова там, за ним Каждый выбор настраивает нас на тот или иной путь Это один из концов твоего пути Лука смотрел на старого себя И у него тряслись руки Его лицо превратилось в ужасную гримасу Если ты хотел, чтобы он это увидел То кто же я такой, чтобы его разочаровывать Лука посмотрел в шоке на фигуру И сделал шаг вперед И погрузился в этот холодный огонь Плоть, охватываемая холодным пламенем Исчезли Что же это все значит? Лука почувствовал скольжение на своем плече Почему мы выбираем Имеет столько же значения, как и что мы выбираем Лука поднялся, чтобы увидеть фигуру Которая стояла возле его кровати И не была видна в утреннем солнце Мама? Нет, дорогуша Просто бабушка Лука продрал свои глаза Он попытался сконцентрироваться Как ты себя чувствуешь? Нормально О чем-нибудь хочешь поговорить? Да, я не очень хочу говорить Ну, хорошо Тогда, может быть, посидишь и послушаешь немного Что бы между вами и Рола не случилось Это не важно Но он... Бабушка заставила Луку замолчать Нежным похлопыванием по ноге Драки между друзьями случаются Что бы он ни сказал Не важно Важны лишь вещи Которые он делает Это не последний раз Когда вы скажете друг другу что-то обидное Но он сказал всякие обидные вещи о моем папе Ты думаешь, именно это он имел ввиду? Нет Он просто был зол А ты сказал что-нибудь обидное о нем? Хорошо Мы должны ценить друзей в их лучшие моменты И принимать их в худшее Принятие Теперь давай ты оторвешь свою маленькую задницу от кровати Сегодня фестиваль Ты же не хочешь его пропустить? Я думаю, что нет Выглядит как отличная Отличная возможность Помириться с Ролло Лука неуверенно кивнул Просто купи ему корундог и извинись Ну это же он начал Что я только что сказала? Купи ему корундог Вот так, хороший мальчик Все становится лучше с корундогом А тут и не поспоришь Ну, в общем, мне нужно идти Приготовить еще всякие дела Перед фестивалем Я найду тебя Возле фонтана После Обеда Хорошо Я люблю тебя, Лука Я тебе тоже, бабушка Лука глубоко вздохнул Окей А вот на чаптер 6 мы, наверное, и закончим Через Через всякие терни Несмотря на то, что Лука сопротивлялся Его бабушка была права Он должен был помириться с Ролло Большие битвы Несут изменения в природе дружбы Неважно в конце Неважно в конце Все станет лучше или хуже Все должно вести к пониманию Короче, если не быть осторожным То эта фамильярность Подставит все Всех Лука вышел из уединения И вдохнул Веселящий фестивальный воздух Странно звучит Ну ладно В его голове Не было праздника Ему нужно было найти Ролло Ну и на этом мы, пожалуй, закончим Ой, рано я вышла Ну, в общем, всем спасибо Подписывайтесь на канал Ставьте лайк И подписывайтесь на все мои социальные сети Которые в описании Все Всем пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok